ну что не сильно громко и так придушил уже дальше некуда подарили мне тут макетку спасибо андрей долго лежала без дела но решили в нее хотя бы кнопочек понатыкать так и родилась эта идея смотришь на это и что-то вроде напоминает осталось кнопки абэ добавить и теперь уже точно никто не перепутает расставим колодки как морском бое трех палубники двух палубники поле хоть и большое но главное чтобы на все элементы вместо хватило ну вот почти все хотя нет питание забыл да конечно будет оно от этого питаться шутка пока лежала плата на столе чат gpt протянул провода из бескислородной меди молодец искусственный интеллект чтобы мы без него делали время установить модули первый модуль это контроллер джойстика вторым поставим цап с модными электролитическими конденсаторами на выходе звук будет закачаешься самый дорогой модуль жк и да еще и с картридером 5 баксов стоил оконечный усилитель по 3 вата на канал для громкой всратой музыки и конечно динамики из китайских колонок и сердце нашей приставки контроллер пи пика за 2 доллара а у вас сердца нет если вы не дослушаете хотя бы до басов моя любимая мелодия а а а а а ну вот послушали можно и поиграть отдельно хочется поблагодарить организаций а а мурмулятор а а это если вы вдруг заснули видели как динамики трясутся а наша приставочка умеет еще и в сегу правда звук не во всех играх есть но это не мешает наслаждаться хитами детства земляной червяк джим это просто какой-то космос что курили разработчики я не знаю но в детстве мы проводили за ней дни управление на сеге весьма своеобразное некоторые кнопки приходится эмулировать двойным нажатием но к этому быстро привыкаешь руки то помнят годы тренировок не прошли даром еще один хит который сейчас переживает второе или третье рождение дюна озвучу сам construction complete а вообще приставку можно прописать загрузчик который позволит выбрать любую прошивку зажимаем select при старте и перед нами огромный выбор можно даже zx spectrum сделать но без клавиатуры будет неудобно а первый mortal kombat для сеги еще и со звуком звук правда похрипывает но вполне играбельно а вот еще один робокоп тоже много времени в нем проводили поначалу очень классный но потом надоедает однообразностью работает все весьма шустро картинка яркая жалко звука не завезли и возникает вопрос зачем я все это делал а я отвечу потому что могу а еще потому что мне с алиэкспресса прислали вот такую штуку и это офигенский кинескопный монохромный телевизор и скоро все разработки и модули перейдут в него если ты не хочешь пропустить это срочно подпишись на канал поставь лайк своим воспоминаниям или дизлайк моему исполнению если зажиточный можешь оформить спонсорство youtube будет тогда меня любить пока до новых встреч